так добрый день давайте посмотрим такую тему про должников не знаю тема видимо для кого-то актуальность на сегодняшний день запросов на эту тему много давайте рассмотрим должник да я дам описание чтобы вы понимали тот ли это человек чтобы точно точно да вот узнать отдаст не отдаст но если не надо что будет итак должник номер один какой-то человек какой какая что ты себя представляешь ну человек знаете такой верующий в бога носит носит крест на себе нательный может быть православные праздники там отмечает товарищ у нас семейный ну все равно в любом случае не одинок есть партнер жертвует собой ради непонятно каких-то целей может быть ради близких но вся его проблема в том что этот человек совершенно непредсказуемый ты не знаешь что дальше дать него ждать не знаешь потому что он сам по себе такой но когда ему надо он выложиться на все 100 просто покажет да вот из ума все клясться будет до божиться крестом тем же самым что поверь мне поверь но человек ненадежный по башне то человеку верить нельзя итак давайте посмотрим отдаст ли он вам долг так отдаст ли это человек тебе долг вообще когда-нибудь я хочу сказать что здесь человек может отдать только в том случае когда у него эти деньги появятся это если какая-то женщина капать на мозги будет допустим жена может быть какая-то женщина во мнении которые в значима да будет на совесть на жалость там проявлять то есть только тогда то есть два составляющих первое это когда появится деньги подождать надо карта терпения во-вторых когда женщина начнет наседать чтобы пришел и отдал есть большая вероятность что отдаст под нажимом под давлением так хорошо давайте посмотрим если не отдаст деньги как будет наказан что будет происходить у него будет какая-то знаете мечта которая вряд ли осуществим этот человек мечтает но не умеет реализовывать цели он эту мечту как будто холит и лелеет ничто его невозможно сбить но я вам хочу сказать наказан он будет тем что то что о чем он очень-очень сильно мечтает и к чему готов приложить максимально много усилий она не сбудется по десятке мечей крах поражение и все из-за того что здесь какие-то силы вмешиваются которые сбивают ему эти крылья знаете обрезают и может быть знаете какой-то другой человек перебьет эту цель а может быть он жертвой будет каких-то интриг здесь его мечта не осуществится я вам хочу сказать что ему по итогу придется от этой цели отказаться и думать а что делать дальше вот по этой карте человека который вы заказали здесь идет момент что если он вам не отдаст долг по итогу да надоест уже ждать у этого человека ему прилетает бумеранг точно так же неожиданно у него какая-то мечта или цель рассыпется развалится у него главное к чему он так долго стремится она не случится вариант номер два ваш должник давайте посмотрим описание этого человека тот ли это человек ваш должник кто ты что ты какой какая должник ну почему то здесь человек недалекий для него важно что о нем говорят что о нем думают человек на самом деле не особо то и умные здесь по дураку он слушает то что ему говорят хотят человек сам по себе позитивный вроде бы как знаете созидает мир во всем мире но все равно любое какой-то моменту сразу же вспышка агрессии идет на конфликт пытается со всеми соревноваться что-то доказывать может быть эмоциональным таким подвижным человеком хоть и посмотрим а даст ли по итогу то долг тебе до вернет ли денежку то что за или то что занял да не знаю вернет ли по итогу здесь деньги может отдать только в случае первое либо когда на совесть данность на сядешь на него проявишь прямо вот такую дай отдай прям наседать на него и второе здесь может быть по суду через суд когда хотя бы даже припугнешь судом до претензию в письменном виде напишешь и излагаю что если ты меня не отдашь я иду в суд вы хотя бы даже это через суд можно деньги с него содрать свои то здесь нажимом как говорится все средства хороши если так случится что человек тебе деньги не вернет до чем он заплатит и так странно очень странно вы знаете здесь по человеку реально плачет как тюрьма здесь либо знаете судебные какие-то разбирательства либо знаете как это алименты какие-то либо долговые какие-то бумаги когда эти за чеком ходят приставы когда он вынужден защищаться обороняться потому что здесь обман с его стороны человек реально может вести переговоры договор о том чтобы освободиться от этого здесь из-за какой-то лыжи обмана человек может быть в должниках он будет всячески избегать убегать от этого проявлять какой-то характер силу по итогу то что по итогу что неправильно сделанный выбор такое чувство что его кто-то может и подставить в трудный для него момент предать здесь идет момент предательства например может подставить тот же самый адвокат или близкий человек важный человек вообще ощущение идет что здесь у него будут долги копиться и будут за ним бегать приставы грубо говоря человек будет вечно показывать из себя жертву но ощущение такое что это постоянный должник у него такое чувство что переворачивается колесо фортуны ему перестанет вести он может вообще быть полностью в день в долгах но здесь если допустим и говорим про тюрьму да то здесь его может как-то бросить портанки его юрист мужику здесь нельзя доверять муж с мужчиной юристом дела здесь тому человеку делать нельзя иначе реально может попасть тюрьму за долги так вариант номер три давайте посмотрим описание вашего должника какой-то человек кто ты что ты какой какая что ты себя представляешь что ты пажи идут человек тяжелый здесь знаете на самом деле молодая энергия идет человек не особо как бы сказать вот мудрый до мудрости здесь нет здесь как-то все по верхам как дети хочу до хватаю всем не должны человек который действует быстро не подумавший ради у какого-то сиюминутного удовольствия потом остается разбитого корыта потом начинает всех ненавидеть искать всех виноватых где-то даже может увлекаться колдовством но такой человек сам себе придумывает проблемы а потом их активно пытается решить и все время ищет виноватых так давайте посмотрим по итогу то тебе деньги отдаст ждать ли возврат я вам хочу сказать поэтому варианту что у него будут возможности будут даже если через суды не отдаст карта говорит о том что нет не отдаст хорошо за это будет ли какой-то бумеранг как будет наказан должник и так с чего все начнется него будет вы желание огромное да что-то получить и получить это можно только через какую-то либо подношение до подарок либо через вложение денежное он будет думать что у него все получится он будет действовать в этом направлении но не все рассказывать то есть вот если он берет у кого-то деньги он не до конца рассказывает что же на самом деле он хочет да и как это все сработает ему близкая родственница скажет хорошо давай может даже деньгами помочь но такое ощущение что он не хочет ни с кем делиться то есть ищет спонсоров грубо говоря да а делиться не собирается тут вот и заложено самая такая главная бомба хорошо по итогу тогда то что с чем останешься тех людей которых он вовлекает которых завлекает и хочет вот этим делом заинтересовать по итогу между ними начинаются конфликт он главное искренне не понимает почему здесь у него выпадает зависимость долговая он должен отдать у него решение отдай отдай но на самом деле которые деньги будут он эти деньги будет спускать на какие-то гульки гулянки вместо чтобы рассчитываться с людьми у него какие-то деньги то будут но он их будет тратить на веселье так скажем по итогу ну конфликт с людьми идет те люди которые мы помогали были на его стороне изначально верили ему он понимает что с ними мира невозможно что здесь его звезда мечта накрылась медным тазом поставлена . ничего у него не получится он понимает что этим людям он остался должен он не может до их обойти и мечта не осуществилась и весь долгах короче говоря здесь ощущение такое что все от него отворачиваются и он не собирается со всеми людьми рассчитываться здесь вот эта карта говорит о том что человек будет в самой иллюзиях самообнание в одиночестве но и допустим обрастать злыми но дурными привычками привязанностями кто-то выпивать да будет или кутить слишком много вина слишком много веселья то есть человек как будто бы не не несет ответственности ни за себя ни за кого-то за другого и по итогу падает на дно очень много у него так сказать беззаботности ничего хорошего не будет так вариант номер четыре давайте посмотрим описание вашего должника какой-то человек кто ты что ты какой какая что ты себя представляешь знаете этот человек ни в чем себе не отказывает у него все есть абсолютно вот что хочется то и покупает себе обретая человек может путешествовать есть может куда-то переселя переезжать постоянно чик свободный ни от кого ни от чего независимый здесь такое ощущение что человек сам себе царь и бог на самом деле мощный манипулятор как хочет так и руководит может быть знаете все зависимы от него поэтому вот такое до отношение к людям потребительская но и может знаете что все должны писать под мою дудку так хорошо посмотрим давайте посмотрим а даст ли это человек долг по итогу вообще по-хорошему человек должен и вроде как до готов не против он понимает он помнит об этом долге но по итогу почему-то я вижу что нет не отдаст по башне тем более нет не отдаст готов помню да знаю знаю что ты мне постоянно напоминаешь дачу дачу ты ко мне постоянно привязываешься да я думаешь не помню да я знаю по итогу я не вижу что он деньги вам не даст хорошо давайте посмотрим то что не отдаст будет ли какое-то наказание этому человеку так с чем все начнется наказание вы знаете кто то с ним не будет церемониться здесь будет разговор тет-а-тет глаза в глаза про деньги будет какая-то встреча разговор про деньги которая закончится мощным скандалом ваш враг почувствует себя глупо в дураках он будет понимать что он попал в ловушку что здесь шутки закончены что здесь конкретно крах поражение если я не отдам все он будет думать думать размышлять как ему выкрутиться как не отдавать искать решение думать размышлять то есть он испугается до испугается поймет что отдать то надо но но не хочется отдавать на так а дальше что уходит у него радость человек понимает что он есть спать не может он с какой-то женщины советуются обсуждают как от этого уйти может даже переписывать на какую-то близкую женщину допустим сестра жена там еще кто недвижимость да все что есть чтобы не быть банкротом ну как сказать ничего у меня нет да ну такое решение у меня ощущение что здесь тот кто против вашего должника пойдет да он выиграет потому что ваш должник он не состоянии бороться у него хоть и есть решение но он по итогу то у меня идет повешенным жертвой ему придется все равно отдавать по итогу хочешь не хочешь отдавать придется такое чувство что человека припрут к стенке у него уйдет какая-то радость изобилие счастье человека лишится радостью он спать не сможет депрессию может впасть и по итогу я вижу о том что ему при все равно придется деньги отдавать хочет он это или не хочет здесь дает до конца надо идти просто здесь он найти на обум адам не отдам как ты будешь реагировать если не отдам так вот после какой-то встречи человек поймет что он проиграл и все его решения будут направлены только на то чтобы отдать здесь надо до конца эти и разговоры разговаривать бесполезно вот такой у нас сегодня был расклад до остальные темы я записала себе которую вы мне писали да я поняла буду делать ближайшее время не думайте что игнорируй все помню все записано вот пишите да как у вас сейчас проигрывается тоже буду признательна тебя как обычно желаю вам любви мира и добра